Чемпион WBO в среднем весе, американец Дмитр Ус Андрейд проведет обязательную защиту, а об этом вчера сообщили в организации. Согласно постановлению, Андрейд обязан встретиться с первым номером рейтинга 24-летним канадцем Стивеном Баттлером. Командам бойцов дана 30 дней на переговоры до 2 ноября. В случае, если стороны не договорятся, состоятся торги. Минимальная ставка на бой 200 тысяч долларов. Американский легковес Дэвин Хэйни высказался о желаемой поединке с Василием Ломаченко, а также объяснил о скорой смене весовой категории. «Надеюсь, что бой с Ломаченко состоится, но пока это не кажется реалистичным. Я пытаюсь добиться этого поединка и надеюсь, что фанат окажет на него давление. Но если нет, то нет. Я гоняюсь за титулом, а не за Василием. Мне уже тяжело укладываться в лимит легкого веса. На это уходит много сил. Я думаю, что стану чемпионом, проведу одну защиту и поднимусь в первый полусредний. Там есть Рейджис Прогрейс, Джордж Тейлор, Хосе Рамирос. Это отличные бойцы. Думаю, что рано или поздно дорасту до первого среднего, а возможно, до и среднего дивизиона». Как стало известно, Сергей Деревяченко получит за предстоящий поединок против Геннадия Головкина, куда были высокие гонорар, чем обещала ему знаменитая промоутерская компания Golden Bay Promotion за бой против Сауля Альвареса. «Не буду называть конкретных цифр, но Сергей в конечном итоге получит больше денег за бой с Головкиным, чем получил бы за поединок с Канелло», – сказал менеджер украинца Кит Конноли. «Голден бой не могли или не хотели заплатить гонорар, который я считал справедливым для Сергея. Они решили, что мы блефуем, и проиграли, и их лишили титула». Геннадий Головкин признался, что ему наскучило отвечать на одни и те же вопросы относительно его противостояния с Саулем Альваресом. На встрече с журналистами один из репортеров спросил Геннадия, не устал ли он слушать вопросы про Канелло. «Нет, я думаю, это была единственная его возможность, просто бакси, его единственная возможность, как бы скажем, то предложение, которое у него было, это была единственная возможность уйти только на бой с Ковалевым в 175 и всего лишь. Я думаю, что Ковалев от этого, я не знаю, кто выиграет, но я знаю, что, я не знаю, кто победит, но я знаю, что Ковалев от этого боя выиграет гораздо больше, чем Канелло. Я не устал, я не устал, мне просто интересно наблюдать за вами, вы как бы специалисты того, что вы должны задавать более интересные, разные вопросы. У нас много направлений, у меня направлений гораздо больше, вы все зациклены на Канелло, и это, например, мне где-то даже теряется интерес, потому что вопросы сталкиваются от Канелло, то есть тем самым показывает, что вы настолько слабый, у вас одни вопросы только, как Канелло, у нас есть разные направления, есть разные чемпионы. Давайте будем честно, давайте будем честно, каждый соперник на этом уровне серьезный и каждый бой, то есть это чемпионшип-файт, и мы у нас два пояса разыгрываем, то есть он долгое время является уже обязательным претендентом на пояса, тем более у него был опыт, он боксировал за пояса, то есть я считаю, это один из тех, кто заслуживает, и один из самых серьезных. Ну да, мне не понравился этот бой, то есть я его не оценил, то есть он мне не понравился, я его не оценил, но сейчас давайте понимать, что его тренер вернулся, будет в углу, то есть он работает со старой командой, то есть и это последний бой его жизни, последняя возможность, скорее всего, он будет сейчас другой, я на это рассчитываю, ну и для тренера, для его команды, и я рассчитываю, что он будет сейчас совсем другой, пойдет ва-банк, я думаю. Ну это просто тот бой был, знаете, как бы не того уровня, то есть не чемпионского звания, хоть он и стал этот бой, после этого боя он и стал обязательным претендентом, ну я считаю, что сам бой не получился того уровня, чтобы быть, что кто-то победитель из них должен был быть, дрался за обязательного претендента. Бой был близкий, на самом деле бой был близкий, то есть можно было бы отдать любую сторону, но Деровиченко все равно, как бы немножко вел по этому бой, да. Ну в принципе, такого практически не бывает, но я работаю, ну я если смотрю, даже какие-то моменты я смотрю, ну беру детали, просматриваю те детали, которые мне интересны, не то что там, что можно сделать так, что можно сделать так, потому что это было бы глупо, потому что ну в бою так не получается, у тебя не будет той возможности, ты просто смотришь на другие детали. Ну вы знаете, ну как забегать всерьез, играться с боксом, это как играться с огнем, знаете, здесь это очень опасно, то есть мы знаем, что мы готовим большое шоу, благодаря тем людям, кто рядом со мной, и я думаю, что это будет самый большой подарок для болельщиков, и они оценят этого, а играться с огнем, это всегда опасно. Многое сделано, многое делаем, над чем мы работаем, то есть глобальным изменениям нам надо, конечно, больше времени и более серьезней оппонентов, то есть, ну более, чтобы понять, в каком направлении надо двигаться, потому что мы каждому бойцу идем по-разному, но мы сделали много работы к этому бою, я думаю, мы покажем это все в субботу вечер. Ну сейчас у нас гораздо больше времени было поработать, то есть мы гораздо ближе друг друга стали понимать, попробовали гораздо большего. Опять же, чем больше мы попробовали, тем больше есть, ну, чуть-чуть неясности, да, то есть хочется, как всегда, большего, но я думаю, мы на этот бой готовы. Я думаю, что если бы был бой с Муратой, я считаю, что это очень интересно, так как Муратов олимпийский чемпион, он чемпион мира в данный момент, он представляет Японию, то есть та платформа, на которой мы боксируем, Dazon, она сейчас очень широко развивается в Японии, то есть это один из вариантов, то, чего мы бы хотели бы попробовать. В Японии, вы готовы в Японию поедать? Конечно, конечно, если сейчас посмотрите, например, матч, что он делает в бой Джошуа против Руиза, это проходит в Саудовской Аравии, это же опять делает только новый шаг в развитии бокса, это хорошо для бокса, это, то есть, ну, новые возможности сделать это все, то есть то же самое, ну, в пример мы можем привести этот бой, что делает Эдди сейчас, то же самое мы можем сделать в Японии. Соответственно, должна быть поддержка, такое же отношение, то есть, ну, такой же уровень, если этот уровень будет, конечно, мы открыты для диалога. Конечно, эта опция открыта, мы будем разговаривать, какие сейчас лучшие моменты для нас будут, ну, и вообще для бокса, для карьеры, то есть надо понимать, что не только я один принимаю решение, но всем об этом надо будет подумать и поговорить. Нет, я, в принципе, то есть для меня это будет скачок так же, как, в принципе, и я натуральный средний вес, то есть для меня это будет, ну, что-то выходить из зоны комфорта, то есть мне придется подниматься. И я говорю, что эта опция, в принципе, она возможна, а не то, что я постоянно буду там. То есть мне очень комфортно в 160. В великобритании? Конечно, вы сейчас говорите, то есть вы меня уже как записали, вот по всем разговорам меня уже записали в 168. Напомню, что я в 160 боксирую. То есть если вы мне предлагаете в 168, то должно быть интересно. Давайте просто сделаем, должен быть действительно интерес, чтобы этот бой состоялся. Давайте просто, вы, наверное, понимаете, что сейчас, в данный момент, в актуальной ситуации, AD-компания, то есть матч-рум, боксинг, это самое серьезное, то есть это одна из самых глобальных, то есть и мне просто приятно и за честь работать с лучшими в бизнесе, в боксе. Многие, то есть есть куча хороших имен, есть куча чемпионов, с кем можно было бы боксировать. В принципе, я же на это смотрю сейчас как на бизнес, вы понимаете, у меня есть и промоутерская компания, и я смотрю как боец, то есть все, что будет актуально, все, что будет горячо, то есть кто будет не занят, то есть будем отталкиваться от лучшего момента, от лучшей возможности. А на этом у меня все, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok